Каждое учебное заведение и даже каждый класс может выбрать себе школьную форму определенного цвета и фасона. Психологи считают, что она помогает ребенку адаптироваться в классе и быстрее наладить взаимоотношения со сверстниками и педагогами. К тому же школьная форма помогает детям проявить свои личностные качества, чтобы ребенка оценивали не по одежке, а что называется по уму. Наличие формы хорошо для любого возраста школьника, в том плане, что школьник учится проявлять себя, привлекать к себе внимание и заинтересовывать собой как личностью. Предводители школьной формы предлагают потребителям широкий выбор одежды для детей любого возраста. Если для мальчиков выбор ограничен классическим вариантом брюки, рубашка, пиджак и жилет, то для девочек можно подобрать еще и сарафаны, платья, юбки различного покроя. Но прежде чем выбрать фасон, следует обратить внимание на материал. В первую очередь нужно обратить внимание на качество изготовления формы. Там должно присутствовать не менее 35% натурального волокна. Все остальное можно, пусть это будет синтетика. Именно синтетические волокна отвечают за внешний вид ткани. Она меньше мнется и ребенок будет выглядеть опрятно в течение всего дня. К тому же одежда с добавлением полиэстера и эластана дольше сохраняет внешний вид и не теряет своих свойств при частых стирках. Выбирая фасон, обратите внимание на расположение застежек. Расположение пуговиц, конечно, лучше всего в удобных местах, потому что не всегда родители могут нам помочь застегнуть замочек сзади. Поэтому все застежки и пуговки у нас находятся в удобных местах. По мнению психологов, правильно подобранная школьная форма – это первый шаг к формированию чувства стиля у детей. Сдержанные тона серых и синих оттенков прекрасно сочетаются с блузками и рубашками различных цветов. И ребенок уже сам может составить комплект в зависимости от своих предпочтений.